Что случилось, Леха? Я собрался на пляж, парни. У меня уже два Санька, коллекция, как видите. Ты же на Вимблдон собирался. Все возможно. Когда говорят Вимблдон, скорее всего, там никогда не окажешься. А давайте ему вот прямо вот в этом виде, пока он подарил билеты на стамбульское дерби. Совсем чуть-чуть. Пусть вот так посидит. Мне кажется, есть от Бонифаций, это с Тахнифацией. Блин, на самом деле у него плюс два. Это значит, что... Плюс два. Ему сейчас надо два раза всосать, а это почти невозможно. Если бы был ушаста плюс два, это уже не отыгрывало. То есть ты думаешь, что я безумец? Нет, ты не безумец, но ты вряд ли будешь там при трех или четырех баллах ставить один. Я желаю тебе куража. Вряд ли? Думаю, вряд ли. Ну хватит. Сто процентов я буду ставить один при трех-четырех. Тогда с наступающей победой, Леха. Нет. Прекращайте. Леха не раз подряд становился козлом. Ну да, парни, уже давайте закончим это. Очень сложно вылезти. Ты хочешь догонять. А когда не надо догонять, это другое. Но ты вот мне что скажи про кэшбэк. Я вот что-то не помню. Расскажи про кэшбэк. А я напомню. Наши друзья, компания Winline, предлагают пользоваться кэшбэком. Не только банки теперь это предлагают или какие-то магазины, а приложение Winline. Выбирайте любую любимую свою лигу. Или может не любимую, а в которой вы очень сильно шарите. Делаете ставки, получаете кэшбэк. Притом даже если ставка выигрышная. Ну, если не выигрышная, тем более получаете. Но не заигрывайтесь. Играйте так, чтобы просто было интереснее смотреть спорт. Хорошо. Каждому из нас даётся спортсмен и правдивый факт о нём. Мы заранее придумываем ещё два вымышленных факта. Задача игрока — ввести в заблуждение как можно больше соперников. Задача других игроков — найти правду. Тот, кто угадал, получает балл. Остальные — ничего. Игрок, который загадывал факт, получает балл за каждого игрока, который не нашёл правду. Кто наберёт больше баллов — победит в игре. Бутин и Бутин. У меня Любовь. Уссуфенская. Любовь — Вагнер Любовь. Сметанина? О-о-о-о! Вагнер Лап. Он играл за Метилу. Она Лариса Сметанина. За кого только не играл. Возможно, он сейчас играет за Метилу. Реально? Мне кажется, он сейчас уже не играет вообще. Не, он, по-моему, еще играет. Играет, играет. Вениры топ. Три факта обаут Вагнадулаф. Обаут. Играл за ЦСКА пьяным. У-ху! Ровно день пробыл в статусе губернатора в родном городе. Фотографию, где он поймал сама, показывали в шоу «Диалоги о рыбалке». Вопросы, если есть, какие-то. Что за саботаж? Нет. Я знаю факт. Эй, вообще нечестно. Я никому не говорю, смотри, сижу. Вы втроем знаете факт. Леха говорит, это саботаж я говорю? Я еще раз приношу извинения за тот случай. Лех, когда ты настолько отрываешься от всех, мы договариваемся. И считаем все про всех. Я им сказал. Вы еще думаете, я не знаю то же, что ли? Все? Это просто вот так вы открылили? Честно говоря, мы все знаем этот факт. Серьезно? Угу. Это Березуцкий в Куменшоу рассказывал. А, вас даже сейчас не наебешь саспенсом. Ваши нет. Я прям даже знаю предысторию, что он поспорил. Что он забьет и его заменят сразу. Нет, он не поспорил. Нет, он просто зазал. Потому что невозможно поспорить, что ты станешь губернатором. Ну, давай для зрителей я прочитаю. Давай саспенс. Это правда. Нет, саспенса нет уже. Это правда. То, что вы поставили. Что футболист Вагнер Лав на один день оказался в необычном статусе. Это вас хотели наебать. А именно. Сыграл за ЦСКА, будучи пьяным. Об этой истории рассказал Алексей Березуцкий. Подошел к тренеру и говорит, по-моему, это Слуцкий был. Я не буду играть, но не могу, не в состоянии. Его долго уговаривали. Он вышел. По-моему, с Ростовом была игра. Один справа забил, второй слева. И говорит, все, тренер меня, меня. И пошел на лавочку. Сел спокойно. Почему-то даже не неприятно. Блин. Не знаю почему. Он похож на типа, который мог так сделать чисто во дворе. Блин, а так все прикольно было, что ЦСКА. Ну, это, мне кажется, новость последних трех недель. Да? Нет. Точно, да. Точно, да. Он это рассказал очень недавно. Ну, недавно, не трех недель. Слушайте, это был мой хитрый ход. В чем его плюс, я пока не понимаю. Ладно, у меня хоккейная тема. Возможно, Кубок Стэнли. Кирилл Марченко. Опа, наш приятель. Да. А он играет за Каламбур. Мы же буквально недавно с ним виделись. И ты у него спросил факт? Говорит, я иду в игру вправду вот в таком качестве. Ха-ха-ха. Можешь мне какую-то вправду? Расскажи что-то. Причем вы увидели, скорее всего, на хоккейном Спартаке. Да. Нет, я ему не сказал, давай про тебя факт сделаем. Я как не сделал. Так совпало. Нет, так не совпало. По-моему, вы общаетесь про Тарантино. Я просто несколько фактов у него спросил. Спросил? Он пьяным не играл за ЦСКА? А он откуда вот из России? Из какого клуба он перешел? СКА, по-моему. СКА. Я с ним, знаете, как познакомился? Как? Мне написала его жена. И говорит, а можешь моего мужа с днем рождения на видео поздравить? Он тебе что-нибудь подарит. Он в хоккей играет. Я такой, круто в хоккей играет. Он говорит, да, в НХЛ. Что? Кто? Кирилл. Я такой, еее, б***ь. А у меня была гораздо более интересная история. Меня кто-то попросил записать, видимо, в то же видео поздравления. Я записал, а он еще играл не в НХЛ, он играл в фарм-клубе. Я ему отправил, он типа, круто, круто, спасибо, все дела. А сейчас мы увиделись на матче. Я весь вечер с ним вот был в одном месте. И вечером, когда он уехал, я думаю, б***ь, а! Вот откуда я его знаю. Захожу в переписку, типа, а наше последнее общение два года назад, он говорит, о, круто, поздравил меня с НЮХЛ. Я говорю, прикинь. Но он сильно изменился внешне, поэтому я не узнал. А он уже сейчас, да, уже основной. Факты! Чтобы этот опять косо своей статистикой не напутал, можешь факты ты прочитать в любом рандомном порядке? Тем более первый раз у тебя. Уверен? Потому что у меня предыдущий опыт не очень. Ты уверен? Я последние пару передач не успел с статистикой. Я уже один балл набрал, уже нет, все уже. Перепутал команды в словах благодарности. Пернул на скамейке и сразу же забил гол. Это, б***ь. Сразу же? Я выбираю сразу два. Проиграл все драки на льду. Все драки. Но их, возможно, была одна. А как понять, пернул и сразу же забил гол? Там видос смешной. Скамейка. Ну ты, б***ь. Им придется долго объяснять. Ты-то шаришь, что там скамейка. Сидит он. Сидит, ну, какой-то тип. И он начинает угорать, а рядом, который такой б***ь. А типа вот так вот, типа такой б***ь. И в этот момент он вылетает на смену и сразу же в атаке забивает гол. А почему нам это долго объяснять? Все понятно вообще по всем пунктам. Не, я в хоккей шарю. На таком уровне точно шарю. Короче, гол самый простой, то, что он забил. Но из-за того, что с другой камеры был видно вот этот прикол, что с этого забил, вот этот тип был сильный прикол в лиге. А какие он команды перепутался? Короче, он, получается, ему 18 лет. Когда вот дают джерси и кепку. На драфте? Да. Ну, сразу. Ну, именно на драфте. Тебе только вот вручили. Ты выходишь в какую-то комнату, и там у тебя берут интервью. Я не знаю, кто интервью брал. То ли из Коламбус, то ли из Лиги ТВ, но не суть. Но у него вопрос был, типа, как вы там себя чувствуете вот в таком вот духе? Рады ли вы? Он такой, да, конечно, рад. А до этого у него были интервью, там на драфте еще интервью проходит. И у него один из интервью было с Сент-Луисом. И он такой, да, круто, я очень рад. Он стоит в кепке Коламбус, в свитере Коламбус и говорит, большое спасибо. А там рядом еще переводчик. Он, большое спасибо Сент-Луису за то, что выбрали меня. И тут же плывет, меняется в лице. И переводчику, пока он говорит, он такой, Коламбус. Скажи Коламбус. Коламбус. Вот так ли оно? Коламбус, 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 Коламбус. Чтоб никто не по-русски говорит, чтоб никто не по-русски. Да, Коламбус это Коламбус. Просто в России Сент-Луис это Коламбус. Вот так убедительно, ведь если бы я, вот, хоть я не хоккеист, конечно, но если бы я перепутал две команды в НХЛ, как будто я пойти и перепутал. Сент-Луис и Коламбус? Я не знаю. Я не могу объяснить. А я постоянно путаю Сент-Луис. Может, потому что форма еще похожа? Форма вообще не похожа. У них желто-синяя, а у этих красно-синяя, темно-синяя, красно-синяя. А почему я тогда перепутал? И знаешь, что я путаю? Сент-Луис и Сан-Хосе. Нет. Они джазмены? Акулы. Нет, я вот именно Сент-Сан. А у этих какая-то б***ь. Нет, логотип. Чего проиграл все драки на льду? Сколько их было? Ну, их там типа меньше десяти было. Не один, меньше десяти, там что-то восемь драк, и его каждый раз жестко. Там есть прям нарезка. Короче, есть видео у всех профессионеров, есть видео нарезка, где он просто восемь раз оказывается лежащим на льду после каждой драки. Ну, восемь раз это же нормально получается. Ты почти каждый раз в драку вступаешь. Нет, но он играет с восемнадцатого, с восемнадцатого, ему сейчас двадцать четыре, по-моему. То есть за шесть лет, за шесть лет там вот типа... Ну, в среднем сколько хоккейс-то дерутся, от которых драчуны играют? Драчуны прям до х**а дерутся. Но он не драчун. Ну типа в каждый матч? Нет. В восемьдесят два матча в году. Ты чего? В восемьдесят два матча в году плюс плей-офф. Ну, Коламбус не знает, что такое плей-офф, но этот... Он не драчун, он просто так получал, что завозили его в драку и он там х**а получал. У меня будет такое вот голосование сейчас. Голосование? Ну, я буду сейчас... Выбор. Выбор, да. Я хочу, чтобы вот этот прикол, что я не словился, что это он, когда мы были, когда мы увиделись. Я хочу, чтобы у меня было этого прикола продолжение, чтобы я ему в ответ говорил. Не так, конечно, перепутал, как ты Сент-Луис и Коламбус. Я, если есть пернул и забил, я выбираю. Вот, на правильный ответ. Я имею в виду вот пернул так, что затмило запах вот пота, который там вокруг есть. Такой вот типа. Ну, на самом деле, в хоккейной форме сложно пернуть, чтобы все поняли. Ну да. Но я ничего не меняю. Я после Вагнер Лаву уже... Не, за это ты зря, это распространенная х**а. Да? Угу. Я видел на футбольном поле такое. Но только там человек не забил. Хорош. Не надо делать вид, что у тебя третий факт. Ну если он сейчас всех обманул, все, может ехать на Вимблдон. Ну да. Он поставит в конце один. Угу. Он, давайте честно. Ну я просто, короче... Сейчас решаем, кто в Тверь едет. Можешь ты прочитать. Только с саспенсом, пожалуйста, не расстраивайся. У меня кухню положили, я не виноват. Леха, расскажи сам с кайфом правду, брат. Так написано. Я вам сейчас видос кучу. Ну смотрите, это все может быть видос. Да, да я ничего не говорю. Ну разве что драки странные. Никакой радости. Можешь всех показывать. Не, он уже нарезка. Ну, может пернул он? Ну... Именно он Хэлл и я щас только что его с*****. 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 Ну, какие-то мне вопросы? Колумбус, скажи колумбус. Скажи колумбусу. Скажи колумбусу. я у него но не спрашивал никакие факты он просто в прикол сказал я смотрю все выпуски игры в правду типа прикольно если бы про меня было это готе есть какие-то прикнул какие такие истории у меня показывает видосы такой это точно будет да нет угораешь не будь же такой точно будет респект блин круто да большому сожалению у меня герой которого вряд ли мы вот так вот когда-то узнаем что прям приветы передавать не знаю что мы должны снять чтобы он нам респект ну хотя бы потому что он не знает русский язык но при этом уже несмотря на то что прыщав уже чемпион мира ладно погоди марш он еще в зените играть буду да кстати четвертую чем все может быть фотографии не будет менять судя по сути да да он как будто лицом прям детской для зенита кем-то из зенита вообще общайтесь сейчас наверно шунков ну вы шутковым привет привет было на премии наших друзей венвая соболев итак болельщики сборной аргентины создали из-за Catalunya с velocidad не спать как они Болельщики сборной Аргентины создали петицию, чтобы он расстоялся со своей девушкой. Да, хорошо. И не трахался с ней. Болельщики сборной Аргентины создали петицию, чтобы он не общался со своей матерью. Родители обманули Альвареса, сказав, что назвали его в честь короля Джулиана из Мадагаскара. Важно, подожди. Факт в том, что они его обманули? Типа факт в том, что они ему сказали? Они сказали ему, да, что мы тебя назвали в честь Джулиана из Мадагаскара. Да, но это не так было, да? Это не так было. Я расскажу потом, в чем прикол. Очень сложный факт. Я вообще... Я вам расскажу, в чем прикол. Ты нам расскажешь, как ты это придумал, да? В фильме. Во всех своих контрактах прописывают условия никогда не быть капитаном команды. Это типа провокация? Чья? Ну, вон такой. Ой, да. Не хочу никакой ответственности. Реверсивная психология. Нет, вы так думаете, это работает? А ему потом, типа, говорят... Интересно, почему он не хочет. В раздевалку заходит, как же я не хочу быть капитаном! Только не капитаном! Его назначают капитаном, и еще штраф ему выплачут. Но вот это провокация. Когда ты прописываешь в контракте, уже нет ничего. Он играет в Аргентине, играл в Сити и сейчас в Атлетика. Так он все равно не будет капитаном. Ты думаешь, что он не взрослеет? Когда повзрослеет, уберет пункт. Сейчас он такой, я сам не хотел. Это просто, чтобы, типа, с чем объяснять? Это связано с детским футболом. Он был капитаном в детстве. Я все равно. Они очень сильно проиграли, да. И ему очень сильно досталось от команды. И он с тех пор решил, что он никогда не будет капитаном. Что это вот не его вообще роль, быть капитаном в команде. Что он вот... Справедливо. Ну, конечно, такой, пиздеж, грамотно. Потому что, чтобы не отказываться от этого никак публично, допустим, он это прописывает просто в контракте. Соответственно, клуб ему даже не может предложить. Иначе ему бы пришлось выходить и как-то вслух говорить, что я теперь не хочу быть капитаном. Что с бабой с его? После одной из игр к нему подбежала толпа фоткаться. А она начала его уводить и торопить. И 20 тысяч человек подписали, чтобы он расстался с ней. Так, хорошо. Блин, ну вот эти петиции, фишка в том, что их просто... Ну 20 тысяч человек, это же мало прям. Это же типа... Любой человек может создать петицию. Ее могут... Забавное в том, что тысячи человек прям написали «Расстанься с девушкой». Это прям подписали петицию о расставании или как они написали? Они требуют, чтобы он расстался с ней. Мне нечего сказать. А где-то петиция расположена? А я так понимаю, в интернете все это правильно делал. Родители обманули, сказав, что назвали его в честь чего. Он зафанател от Мадагаскара. Ему очень нравится. Ну как зафанател? Ребенком. Наверное, знаете, что дети, они там по 30 раз могут смотреть один и тот же мультик. Вот был любимый его мультик. В какой-то момент он спросил у родителей, что там король Джулиан. И сказали, мы тебя вот назвали в честь его. А на самом деле мультик вышел после того, как родился. Альварес. А когда он вырос, ну, соответственно, он из нас... А какого года вы родился? Все, а не мы нах***или. По-моему, 2005. Ну, это очевидно, что он после родился. Так это очевидно, когда тебе 20, а когда тебе 2 годика, ты не заходишь в кинопоиск проверять, как он вышел в Альварес. Ну, это просто, что типа, о, ты Джулиан, типа. Но он, типа, много лет жил с уверенностью, что его назвали в честь короля Джулиана. А как это стало известно? Он вырос. Он подрос. Интервью, интервью. Он рассказал. Как стало известно, что его нах***или? Он вырос. Он вырос и узнал, что не совпадает. Нет, как вообще об этом факте стало известно? Конечно, интервью. Он рассказал, что он все детство, типа, детям, друзьям рассказывал, что он Джулиан из Мадагаскара, в честь его назвали. А это был наглый обман. Тут можно ошибиться. Я же два балла. Тут нельзя ошибиться. Понимаю. Ну ай. Теперь же с каким выбираешь? Ну, если честно, между первым и третьим. Промежуток небольшой. Чего ты ждал? Давай, ладно. Ничего. Поехали. Ой, какой разброс. Разброс и штанья. Ну, не такой ты. А ну, хотя разброс. Разброд. Это правда. Ну, пожалуйста. Здесь запятой не хватает. Запятая. Что он? Хуня. Хуль. Хулиан Альварес. Хулиан. Хуниан. Ну, на самом деле, тут странное первое предложение, чтобы вас запутать. Я начну по существу. Угу. В 2023 году. Так. Я все равно запутан. Стало известно, что фанаты сборной Аргентины создали петицию, чтобы футболист расстался с Марией Эмилией Феррера. Петицию подписали более 20 тысяч человек. Причиной недовольства стало поведение девушки. Когда Альварес остановился дать автографы болельщикам, девушка вся торопила избранника, оставила многих болельщиков без автографа и фото. Позже Мария извинилась на личной странице. Ну, это чисто аргентинский прикол, да? Я думаю, что, знаете, как, что, если бы баллы переводились в деньги, то нам, Игорю, надо будет даже скинуться на билет до Твери. А вы не будете скидаться? Да, когда в факте есть слово «петиция», это всегда может быть. Так всегда может быть. Вот всё, что он рассказывает, всё же может быть. История про капитанскую пляску прикольная? Прикольная. А это выдуманная история? Я вот критикую тебя иногда, могу я тебя похвалить за эту игру? Это было классическое вот такое классное яснение. Нет, и предыдущее было круто. Ну что? Что? Теперь я. Можешь как-то подсказать? Как-то подсказать, наверное, не смогу. Да и вообще человечек, которого... Положи, давай мы угадаем. Не говори, не говори, покажи нам. Блин, ну... Мы знаем, кто это? Ну, давай угадаем. Ну, вы знаете точно, но я бы не угадал никогда. Ну, покажем. О, это Кевин Трап. Кевин Трап. Абсолютно верно. Кевин Трап. Крошки, ну, по-моему, я готов отвечать. Давай. Кевин Трап. Ты всё про него знаешь? Его подвозят к самолёту. Стой, стой. Он остался один дома. Он точно много еб***ца. А, тут же сейчас опять эта п***а начнётся. Итак, Кевин Трап. Прячем. Вот его зовут 12 букв. Клуб предъявил ему за то, что он много трахается. То есть он не играет, не х**а. Пал с пятого этажа и выжил. Хорош. Чуть не умер от укусов пчёл на его пчелиной ферме. Да, е**а, народ. Так, ну, кто-то... Подождите, а это он недавно был в больнице? А, это не он был. В какой больнице? А какой вратарь недавно очень сильно был в реанимации? Вы что, не помните? Нойер. Да какой Нойер, с хера? Ну, ногу сломал. Нет, кто-то с лошади упал. Не он? Вы не делайте вид, что... Не слышал. Серьёзно, не знаю. Кто с лошади упал? Какой-то вратарь. И лежал в реанимации. По-моему, вратарь ПСЖ какой-то. Что-то какое-то... Я не знаю. Вы что, знаете? Нет, ну, надо уже это выбить и всё. Упал с пятого этажа, чуть не умер. А ты он маленьким был? Упал с пятого этажа, да? Подожди. И кошкой. Упал с пятого этажа, выжил маленький, да? Да. Что там? Ну, пчёлы покусали. Пчёлы покусали, а не умер. Пчёлы покусали. Ну, вообще есть пищелиная ферма. Пчёлы не в детстве. Вот сейчас покусали. Косички плетёт. У кого? У Трапа есть пчёлыная ферма в Париже? А ты знаешь? Шостановские косички. Я просто решил так. Он этот факт вонючий про много секса. Ну, понимаешь, что он его мог придумать на все передачи просто. Но он его тянет рано или поздно. Он, по идее, должен... Да не факт. Положите, я скажу тогда. Да, мне тоже. Я подумаю, ладно? Я тоже скажу свою теорию. У вас у всех есть теория. Всё, у меня теория... Мне кажется, у меня совпадает. Всегда ставить два. Вы не будете менять? Нет, я не буду. Я читал новость о том, что у него там что-то с женой сильные переборы. Они очень активно занимаются сексом. Это прям точно было про Трапа. Да, я слышал про Трапа, что что-то там... Я вообще ни хуя не слышал. Я упал с пятого этажа. А ты обычно в таких ситуациях выигрываешь. Да кого я выигрываю, блядь? А у тебя ноль баллов? Да. У меня только ты. Одна надежда. Я тебе подскажу потом. Не надо. Будет ноль, я гордо еду в Тверь. Сколько баллов, и потом еще следующий раунд есть. Это правда. Это правда. Это правда. Что? Галкипер Айн Трахта. Трах, я понял. Айн Трахта, один секс. Трах. Кевин Трап. В самом деле получил предупреждение от клуба за то, что... Блядь, вот именно сейчас, реально. На-на. Я тебя не про него слышал. Я вас ненавижу. Пацаны. Да, ну это суперизвездно. Ты когда показал фотку, такой... Блядь, мы еще... Я именно Трап сразу. Я только одну новость о нем знаю за последние... Я вообще, мне надо новости почитать. Что происходит? Руководство решило, что из сексуально помешаны невесты. Вратарь Трап хуже играет. Модель заявила, что они занимаются сексом 4-5 раз в неделю. Хорош. Хорош. Ну один забрал. 4-5 раз в неделю, когда ты на адреналине, на таком, как у них. У меня вопрос. Если у меня ноль, какие правила? Ты играешь или играешь? Так, мне сейчас надо мой бест выдать. Тебе надо что выдать? Мой бест. Там сейчас прикольный момент. Как ты его сделаешь? Серьезно? Джордж Бест. Это же Рустав Рептилоид. Блин, а он же отвязный, да? Да, он худежник. Ребят, пацаны, мой бест. Мне нужен мой бест. Ой, прости. Погнали. Благодаря ему в английском языке появилось устойчивое выражение, обозначающее плохой, некачественный алкоголь. Мне пить, да. За одну ночь переспал с девушкой, ее матерью и дочерью. Ну как это не выбрать? Ну как это не выбрать? Подожди. В смысле с дочерью? С чьей дочерью? Дочерью девушки. То есть с женщиной, с ее матерью и с бабушкой. В смысле? Все поколение? Все поколение вы***ло что ли? Подождите, я расскажу. Три поколения вы***ло. Я расскажу, я расскажу. Третий факт. Первые два факта неправда. О-о-о, вот это трюк. Идите в пить. Вот это трюк. Так, подожди. Майн Геймс. С кем он переспал? Сколько их было? Трое. И собаку еще натянул. Три представительницы женского пола. Девушка. Его девушка. Ее мать. Да. И дочь этой девушки. Они все родные, но ты начал с середины. Не, подожди, там сколько звучит с девушкой, с ее матерью и с ее бабушкой. С ее дочерью. Бабушкой. Бабушка. Ну да, это бабушка. Просто Рома почему-то с середины начинает. Все верно. Девушка, ее матерь и ее дочь. Потому что связь была через девушку. Да, через девушку. Он познакомился через девушку с матерью, ее чпокнул. Чпокнул потом... Вам рассказывать или нет? Это неизгодная страх матрешка получилась. Получается так. А сколько было младшей? Получается 53. Младшей? 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 Нет, 57. Вот это денек. Не в конце урну с прахом. Младшей 53. Старший, стол, 48. Давай 53. Она ничего не помнит. 53, 36 и 18. 53, 36 и 18. Оно математически сходится все? Нет, конечно. Как 53, 36 сходится? Сходится 17 лет. Типа в 17 лет родила? И там тоже, да? И там в 17 лет. Там в 18. Ага, конечно. И сейчас и вот эта 18-летняя тоже родила Джорджа Беста. А скажи, какая фраза какая? Да, вам что не... Ну, хорошо, ладно. Что? Какая фраза? Нет, что ты? Здесь, короче, он был игроком Manchester United и типы, которые делали вискарь, типа, пришли к нему с предложением, что он участвует только именем, а остальное, типа, занимаются они. Джордж. Дали ему денег. Они произвели этот вискарь, и получилось полное говно. И появилось выражение, которое называется best swill, типа, лучшее пойло, но которое означает, что очень плохой алкоголь. Типа, вот, пьешь, и типа, как у нас... Бодяга. Типа, да, да, да. У нас, говорят, best swill, типа, вот такая. Ну, блин, про Джорджа Беста, который столько всего натворил. Ну, в этом-то и прикол, что, типа, он натворил, и вот он говорит, ну, и мы такие, бля, ну, надо из этой штуки выбирать. Ой, бля, бля. Помоги, блядь. Я, конечно, вы спросили, я поподробнее рассказывал. Ну, давай, что, про что, про третий ты хочешь нам подробнее? Ладно, все, давай. Не, давай, вот и про это расскажи подробнее. Расскажи. Как про это выяснилось? Я не знаю, я же проголосовал. Смотри, ну, подожди, убери. Как про это выяснилось, что он взял, рассказал, типа, я всю вашу семью... Нет, смотрите, ну, конечно же, подтверждения видео этого нет. Ну, понятно, с его слов чисто. Это не с его слов. Не с его слов. Это со слов окружения и некоторых футболистов Мачестера Юнайт. Это была вечеринка. Эту девушку уже, ну, как бы она вхожа была в круг футболистов. И все знали, что у него есть такое желание. У него? Да. У него, типа, была мечта. За одну ночь. Да, да, да. Хэт-рик. Слушай, вот... Вот это мечта. Здесь оно все конем, его матерью и его дочерью. Лучше у меня будет ноль баллов, но я выберу секс с тремя женщинами. Я и Джордж Бест. Ну, ладно. Ну, я не понимаю, в чем здесь прикол, если они все друг на друга похожи? Ну, знаешь, что у многих мужиков есть какие-то отклонения, по типу, один мой друг, например, мечтает переспать, не будучи понятным, что женихом, с невестой в день свадьбы. Ну, вот такой фетиш идет. Все, переворачивается. Нет, здесь еще один человек. Тут-то три родственника, они все похожи. Да не похож человек в 18 лет на человек в 53. Ладно, сколько похожи. Конечно. Это правда. Я два... Как? В смысле, вы знали это? Нет, нет, я наугад. Но я за трех. Чувак, вообще п***ь. Я за трех. Это правда. Это правда. Это правда. Это правда. Твери я еще не был. Это правда, что легендарный футболист Джордж Бест был настолько крут... Алкоголь. Это алкоголь. Ничего он это не сделал. Что не сделал ничего из этого. Первый факт – неправда. Второй – неправда. Третий – является чиститель. Занимайтесь нахуй. Я мистер Уэмболдон. Я буду телек смотреть. Блин. В финальном раунде к нам приходит гость со спортсменом и тремя фактами о нем. Каждый игрок может поставить любое количество заработанных баллов и удвоить их, если найдет правду. Игорь, не прийти, будет сказано. Но мы сейчас будем делать ставку на финальный раунд, которая делает разницу в нашем случае. В твоем не делает ничего. А у тебя сколько баллов? У меня аж шесть. Ничего себе. Блин, как обидно, когда я столько баллов набираю, будучи самым козлом. Но! Сделать разницу я смогу. Я улыб. Хорошо. Как делает разницу? Компания Винлайн. Которая помимо того, что делает разницу, дарит вам всем возможность получать кэшбэк. Когда вы делаете ставки на любимую лигу, получаете кэшбэк и на любые, кстати, ставки. Проиграли, победили, неважно. И играйте для удовольствия. А у тебя сколько? Очень удовольствие. У меня шесть. А, ну что, собственно, я же ставлю. Сейчас, блин. Тут Майн Геймс у меня. Секунду. А, вы уйдете? И эти оллын идут. И того четыре, и того шесть. Я думаю, что ты можешь расслабленно выдыхать ситуацию, при которой ты не забираешь приз. Но это нужно прямо, я не знаю, это надо вот... Не, ну я же могу сейчас... Это надо быть Баварией, по-моему. А вы понимаете, что сейчас надо обсуждать? Что? Нельзя обсуждать сейчас. Почему? Потому что если он услышит наше обсуждение, он просто как мы проголосует, и все. Тоже верно. Ты, например, ставишь пять, выигрываешь, становишься Саньком. Я, если поставил четыре, минус один, и в следующем сезоне, ну, прям решается все. А, ну мы можем вместе поехать куда-то, да? Тебе надо ставить один. Так же? Впервые мужик в таком костюме предлагает. Мы же вместе поехали. Нет, типа, в любом случае, в Плюсе. Я всех предоставил в Тверь, и я готов, если что. Встречаете гостя? Мы встречаем. Идем гостя. Может, гость я? Нет, гость. Опа! Мужики, я к вам с улицы Вязов прям. Здорово! Привет! Здорово, 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 здорово. Здорово! Рады вы меня, видите? Да, давайте, давайте. Жестко, прямо, такие, уааа, и прыщи. У нас на кону поездка на финал Кубка Стэнли. О! Бывал там? Макс Кончаров, кстати. Бывал? Я не удивлю, в каком году? В 92-м. Чего, б***ь? Тебе сколько лет? Сразу п***ть начал. Он заряженный пришел, он пришел заряженный. В 92-м вот человекчик бывал везде. В 92-м это мне было, получается, ну, 8. Ну, а мне один. Мне один тоже. А мне три. Больше, чем у меня очков. Ну почему? Не, ну в три тоже можно было, на Кубке Стэнли оказаться. Если ты там рядом, где-то тусуешься, можешь. Фэкс. Нет, ты правда был на финале Кубке Стэнли? На финале не был, но на самом плей-оффе, я же когда в Фениксе был, там они прошли. Три раунда. Прикольно, что ты был в Фениксе. А, даже три раунда, нихуя. А почему ты был в Фениксе, но они, да? А, потому что я был тогда, это первый год контракта, и там, типа, новички. Я в фарме был, то они нас подняли, типа, это, если кто-то сломается, ну, то есть. Посмотрите, типа. Такие серьезные здесь же. Я вау. Это странный. Вы что, мужики? Напряжение висит. Я не хочу. А ты не участвуешь? Нет. Нет, это моя ставка. Ты участвуешь, ты участвуешь. Игорь, а ты знаешь, что вот для защитника-хоккеиста ноль это за***ть? Да, кстати. Я похож на защитника-хоккеиста, или вообще? Нужно же сильные минуса там уйти. Я же честно похожа. Так, как у тебя вообще с обманом? Все норм? У меня, ну, в принципе, нормально. Ты когда-нибудь обманывал кого-то? Никогда. Первый раз? С почином. Спасибо. Подожди, а когда ты обещал полететь в Омск на празднование чемпионства и не полетел? Во-первых, я не обещал. Но там было без шансов улететь вообще. Все, ты знаешь, что ты должен нас обмануть. А мы как никогда хотим угадать правду, потому что у нас вот, во-первых... Я уже в отпуске, башен. Ну, ты сверху, кстати, на камере выглядишь вообще топ. Да? Как борец или все-таки как пляжник? Как борец больше. У тебя ноги, как будто не твои. Как очень уверенная в себе женщина. Про кого у тебя факты? Ну, точно, кто-то хоккеистом должен быть. Ну, вот. Вы знаете, кто это? Воен-Грецкий. Я не вижу. Я же руками это прикоски. Ты не понимаешь? Мистер Хоккей, да? Это Воен-Грецкий? Это Воен-Грецкий. Да. Мистер Хоккей. Поехали. А кто Мистер Хоккей? Горди Хоу? Или Горди Хоу? А, Горди Хоу. Где камера? Или Грецкий? Нет, Грецкий не Мистер Хоккей. Не-не, Горди Хоу, по-моему. Знаешь, Горди Хоу. Грецкий, по-моему, как-то величайший что-то такое там. Ну, давайте, что там за факты? Фактор сейчас. Его номер не используется в лиге. Его номер используется в лиге. А там вообще, там могут убрать во всей лиге номер? Во всей лиге номер. Да. А, Грецкий во всей лиге убрать? 99-го нет, не знал. Там даже из урока математики убрали. Так, смотрите. Запрещал одноклубникам до игры смотреть на его клюшку. Ну, это, понятно, суеверие. Как можно, блин, не смотреть в раздевалке сидеть? Не смотри! Они все утокси. А что ты ей машешь, что я везде, блин? Да, да, да. Он ее вот так подносил. Нет, это ему, скорее всего, давали на льду уже просто. Ну, нет, ну ладно, давай, давай, давай. Вовремя остановил голевую атаку, потому что вышел на смену, забыв снять чехлы для коньков. Тянутся просто. Жестко. 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 Это было жестко. И, скорее всего, сделал асист. Ну, да. И самая дорогая бутылка вина из его винодельни, 199 долларов. Самая дорогая, 99? Из его винодельни. А, типа, ага. У него винодельни. Так, а подождите, а разве игроки на смене сидят? Зачем он сидит? Эх, это тот, блин. Тролли он съел на замене изначально. Ну, смотри, перед этим хотя бы, как минимум, раскатка есть. Нет, надо спросить. Ну? Они играли. Они играли с Манреалем. Это одна из, типа, первых зимних классик была. И там из раздевалки надо, типа, идти по длинному коридору на улице. И это было вообще после первого периода. Он не играл первый период? Нет, нет, это вышли они на второй период. Он стоит в чехлах? А, у них удаление. Нет, у них, он первый вышел. А, типа, они начинают в меньшинстве, поэтому он сидел кайфомал, да? Блин, ты все продумал. Я просто не понимаю, почему мне три факта дали настоящих. Что за... Подожди, а ты хорош. Ну, это странно. Ну, странно. Подожди, а расскажи, как это... Это прям у него стояла клюшка в раздевалке, и он всем говорил, не смотрите. Нет, она вообще, на самом деле, в чехле была. Знаешь, у нас есть общие баулы для чехлов. Есть, можно в отдельном. У вас с Вейном? У вас с Вейном в команде, да. И у него в отдельном чехле было, и он ее прям перед... Ну, он прям перед самым выходом на игру его, типа, распаковывал, и... Прям, а помнишь? Блин, ну, видишь, он вот объясняет, и все выглядит круто. Не, а помнишь, ты в биографии рассказываешь, что он помешанный, блядь, на... Да, когда его батя затек с цветом на поле вытек. На приметах, что он, если что-то сделал, он будет это всегда делать. Ну, это как, это... То есть у него примета закреплялась, если она срабатывала, понял? Да. Ну, то есть, а так он что, он такой выиграл матч и говорит, а-а-а, никто мою клюшку не видел. Ну, что это за хуйня? Ну, понимаешь, про что я говорю? Ну, это на протяжении всей карьеры. Ну, вот он возил в отдельных клюшках, мы возили клюшки. Нет, так если она в чехле, ее никто не видел, получается. Ну, получается так. И передо льдом-то, и вот они выстоят у стекла, его расстегивали. Ой, да. Так, а в смысле, получается, запрещал смотреть? Не, боже, не надо смотреть. Ну, все и не могли смотреть, получается. Ну, он ее, ну, имеется в виду, что не доставал из-за этого. Ну, да. Так это не запрещал, это не давал смотреть. Запрещал это, когда, типа, не смотрите. Ну, это же тонкость. Ну, да. Ну, может, если случайно доставал, говорил, не смотри. Или вот так. Очень... Очень легко спрятать клюшку, честно. А он винодел, типа, в клюшку? У него своя виноделие есть. Да, неиздельно. Так, и что там? Виноделие, нам нельзя обсуждать. Нельзя обсуждать. Пониматься, все слышно. А почему вы так боитесь? Лех, я тебе искренне желаю победы. А виноделие... Я выигрываю, блядь. А вы чего? 99 долларов, потому что 99. Ну, номер число. Это номер, который вывели. Ну, и как получается, недорого. Да, потому что он говорит, самая дорогая. Самая дорогая. Типа 99. Че, по 100 баксов. Ну, мог. 101. Ну, ладно. И что вы все голосуете? Ты здесь не проголосовал? Я проголосовал. Просто я не могу обсуждать. Я не понимаю, зачем вы болеете за Леху? Это что за херня началась? Мы ему не желаем добра. А так вообще-то тут собираемся. Мы желаем ему добра в жизни, а в игре вправду мы ему желаем при**ать. А я слеплю его просто. Ну, че? Ну, у меня есть логика голосования. Но я бы даже вам помог. Ну. Ну, не могу. Я не... Сейчас, я проголосовал за третий. Я все разы почему-то сегодня выбирал два, я ни разу не угадал. И снова выбрал два. Ну, может, потому что у тебя ноль, тебе по*****. Ну, мне искренне по*****, если честно. Прости, это вообще к тебе не видно. А что значит? Ну, ладно. А что значит? Остановил голевую атаку. Он вышел из студии? Упал? Потом вышел с удаления игрок, побежал, соответственно, он его меняет, он выскочил, развалился весь. Все судьи еще из-за имени и уважения к нему свистанули. И те такие, вы че? Вы че? Мы же его в голову хотели забить. Ну, че ты не веришь в это? Я думаю, что вот это, например, может быть... Такой профессионал жесткий. Добыл чехлы снять. Шаст. Дело в том, что я же, правда, читал его биографию. Я понимаю, что он мог что-то не написать, но он не писал ни про первый, ни про второй факт. А про третий. А про третий писал. А там у него не было еще винодельни. Добро пожаловать. О! Если че, со мной. Ну, я поверил в это. Но это при этом может быть правдой, но я имею в виду, в книге такого точно не было. Если это правда, то тогда мы все козлы. Проиграли. О, это будет шикарно. Почему все козлы? Потому что он нас всех обманул. Нет, он Санек, просто мы не козлы. Нет, мы все козлы. Он Санек, а мы все козлы. Я Санек. Да, ты будешь Санек. Нет, он сам и Санек, а козлы по баллам считаются. Да, да. Санька просто не будет. Санька не будет. Ну, давай. Че, правду тебе? Правду. Ну, это сильно было похоже. Такое сложно придумать. Только если про кого-то другого это. Это ясно. А вы угадываете, где правда, правильно? Да, конечно. Мы все думаем, что... Фишки, фишки, это номера, на которые мы ставим. А бумажки, это ставки. Это правда, что хоккеист Войнгрецкий, легенда, чей номер 99 навсегда запрещено использовать в НХЛ. Действительно поставил такой ценник за самое дорогое вино в своей винодельне. Бизнес появился так. Все, да, одна. Тут столько текста, я до завтра буду читать. Да, в целом мы поняли уже. Да, есть Китай, Китай уже. Ну, винодельня в итоге. Да, да. Его знакомые виноделы предложили запустить собственный бренд. Имя Война быстро помогло раскрутиться, и уже спустя год Мерло Грецкий стал одним из самых продаваемых вин на территории Канады. После этого он вышел из подопеки друзей и открыл собственный винзавод, даже выигрывая канадские международные престижные конкурсы. Самая дешевая бутылка в Война Грецкий стоит 14 долларов, самая дорогая, соответственно. Ром, ну тебе непростительно. 19, по поводу. Ну, ты же был на биографиях. И что? Ну, ты же слушал. Ты же слушал. А ты же мог этот факт упустить, не рассказать. Если человек вышел в чехлах и... Если бы я читал эту биографию и такого бы не сказал, то тогда ты мог легко упустить эту историю, нет? Ну, нет, ну там был тот знак, что... А почему непростительно? Вот ты стал самым Саньком, что тебя не устраивает. Блин, ну, получается... О, интрига жива. Потому что нет никакой интриги. Нет, у него ноль. Почему? У него ноль, ноль. Он в следующий раз ошибается, а ты побеждаешь. Или я побеждаю, и все. А, типа что, мне надо... И два человека. И нахуй пойду на Вимблдон. А, кстати, если два самых Санька становятся, то получается скидываться на две пары билетов? Да. Да. Эй, нет, два. Все равно два будет. И я, и мой коллега может выбрать разные события. Блин, ну, получается, ты обманул. Ну, не все. Да. Ну, пацаны, ну, это правда логично. Да что такое логично? Нет, тут надо знать. Это когда ты уже ответил правильно, но логично. Нет, тут надо знать, брат. Нет, нет, там надо знать. Как будто насильно выбивается из всех вот этих... Вот это? Нет, вот, которая дорогая. Все ответы, которые были, они были логичны сегодня. Да, ответы. Он рассказал все четко. Нет, мы согласен, что это еще есть шансы. Там, конечно, совсем странно. Есть интрига к финалу, хоть и небольшая, но есть. Нету никакой. Мы сейчас будем рубиться за Тверь. Мы сейчас будем рубиться за Тверь. uk-п Можно рубиться за Тверь. Просто давайте попробуем рубиться за Тверь. acional, где-то... Кто-то убивает от Тверь. Кто-то любит имя,А 아버ука к тебе за Тверь. Первый... Rum в Trend. Кое lähнам внутри лет 8 narratus.